Всем привет! Сегодня у меня будет небольшой тег, а тег называется воздух. Я приняла это от Наташи Гром. Итак, поехали! Хей, ребят, всем привет! С вами снова Настя Вандер. И это видео будет тег. Этот тег мне передала Наташа Гром. И суть его заключается в том, что я буду отвечать на вопросы в моем телефоне, которые она мне прислала. Привет! Я Ферсила, и недавно мне вконтакте написала Наташа Гром, она в Волге. И типа такая, слушай, мы ищем 200 блогеров, чтобы они сняли тег воздух. А я такая, окей, я заинтересована. Всем привет! И сегодня у меня просто грандиозная новость. Дело в том, что у меня одна очень добрая и милая девушка пригласила участвовать в одном теге. Эту девушку зовут Наташа, и ее канал называется Ната Гром. Вот. И сейчас я очень хочу ответить на вопросы этого тега. Начнем? Всем большой привет! Меня зовут Наташа Гром, и как вы поняли, мы сегодня говорим о теге воздух, название которого пришло спонтанно. Тег интересный, и уже ответило 160 блогеров. Именно 160 блогеров успели отснять свои ролики. Ролики четырех девушек вы уже посмотрели. Это как бы такой, знаете, старт. Другое видео на тему этого тега, конечно же, выйдет, и уже там будут полностью все, практически все люди, которые участвовали в этом теге. Мы их соберем, расскажем и, конечно, покажем вам. Я вставила этих четырех девушек, чтобы показать вам то, что люди отвечают, и действительно им это интересно. Задание было очень простое. Принять эстафету и ответить на вопросы, и не выложить эти видео у себя на канале. Тег продолжается до 1 мая, после чего мы подводим итоги. Мы решили слегка оттенуть этот момент, потому что желающих стало больше, и, возможно, даже это будут не 200 видеоблогеров. Впрочем, эта сумма не так важна, но интерес есть, люди снимают, и, в принципе, очень прикольно получается. Почему именно эти четыре девушки первые оказались? Потому что они просто первыми отсняли тег, и все, тут ничего такого, как бы, ничего личного. А теперь давайте я отвечу на свои вопросы, чтобы те люди, которые хотели заснять, они имели более другое представление. Итак, поехали, тег в воздух. В какое время года ты родилась? Я родилась осенью. Знаешь ли ты о том, какая погода была в тот день, когда ты появилась на свет? Да, погода стояла, в принципе, такая, как и сейчас. Стоит в Москве, это шел дождь и небольшой снег. То есть, с тех пор я такую погоду люблю. Дождь, снег, это прям... Твое любимое время года и почему? Мое любимое время года – это осень и зима. Я обожаю снег, обожаю, когда холодно. Мне очень нравится ощущение того, что у тебя работает мозг хорошо. Ну, я не знаю, просто летом такое ощущение, что жители больших городов могут понять, плавится асфальт, невыносимо просто становится. Я не очень люблю ходить в шортах, мне это напрягает. Поэтому я очень люблю зиму, когда можно нацепить свой любимый пуховик. И вообще на тему зимы, мне кажется, можно сделать отдельное какое-нибудь видео, чтобы люди, которые считают, думают, что зима так плохо, чтобы посмотрели на это с другой стороны, по крайней мере. Ну и осень я люблю, потому что у меня день рождения. И вообще осень, по-моему, мне кажется, самая красивая пора, такая золотая, знаете ли, листья падают. По-моему, это прикольно. Еще я люблю зиму за Новый год. Новый год – это мой любимый праздник. Была возможность оставить только три месяца в году. Какие бы они были? Я думаю, это был бы ноябрь, декабрь, январь. Этой зимой ты делала снеговика? Да, я лепила снеговика, причем лепили все мои друзья, и мы слепили просто нереально огромного и большого. Я постараюсь достать видео для вас и показать, каким он получился. И вообще, на самом деле, это просто гигантский снеговик, который был, ну, как сказать, метров три, наверное, в высоту, представляете? Только какие-то козлы взяли и разбили на следующий день. В общем, ну, жалко, на самом деле. Назови три страны, в которые ты хочешь поехать. Три страны, ну, знаете, я очень много где была, на самом деле, и я не была только в Исландии, куда бы хотелось поехать, а в Англии, Лондон. И что же еще, что же еще такое, такую страну? Ну, наверное, Новая Зеландия, то есть, вот в этих странах я не была. Дождь или снег? Дождь. Да, я очень люблю дождь. Носишь ли ты шапку зимой? Я не ношу шапку, я одеваю очень редко шапку, если на улице минус 25 где-то, потому что, ну, мне не нравится, когда на голове какая-то фигня висит. Вот, лучше, на самом деле, это капюшон, и то я стараюсь, ну, как бы, максимально меньше в этом ходить. Ну, не знаю, мне это не очень люблю. Когда ты в последний раз катался зимой с горки? Ну, так в этом году и было-то все это зимой. Все успели. Умеешь ли ты плавать? Да, я хорошо плаваю, я очень люблю плавать. Твое идеальное лето это... Твое идеальное лето это дождь. Когда, вернее, даже когда много дождей, не жарит солнце абсолютно. Я терпеть не могу, когда жарит солнце, и вообще солнечная погода, ну, это не мое. Когда ты утром просыпаешься тоже под дождь, елешь куда-нибудь с зонтом или садишься в машину и ездишь, по-моему, это очень здорово. Ну, не знаю, но мне это очень нравится, например. И если говорят, что, во, там впереди дождливое лето, мне нравится, я обожаю дождливое лето, честно говоря. Ты живешь в большом городе? Да, я живу в очень большом городе. Квартира или частный дом? Ну, как бы у меня был опыт и жизни в частном доме, но сейчас это квартира. Но, опять же, частный дом, я считаю, намного лучше и прикольнее, чем ты сидишь вот в этой вот коробке. Ну, в смысле, квартире. Что ты выберешь, активный отдых или валяться у пляжа? Без сомнения, это активный отдых. Я терпеть не могу, вот это вот пляжи, там что-то загорать. Смысл загорать, если он все равно потом слазит. Я не понимаю этого. Тем более, люди почему-то не задумываются о том, что загар, это, грубо говоря, такой вот небольшой ожог тела. Зачем мне нужен ожог тела? Я не понимаю этого. Хотя, все считают, что быть загорелым это круто. Я считаю, что, ну, нет. Твоя идеальная погода это? Моя идеальная погода это дождь. Я уже об этом говорила. Дождь, снег, все, что связано с такими вот... Грозы еще, кстати. Вот, да, я очень люблю, когда гроза на улице. Ну, не знаю, когда вот тепло и не как-то так обычно. Ну, что здесь такого? Это любит как-то... Я понимаю, что больше всего людей любит именно такую погоду, да? Ну, у меня как-то вот, ну, не сложилось, если честно. Считаешь ли ты, что окружающей среде необходима защита? В психологии, на самом деле, у нас все ужасно. Это очень большой бунт, и нужно что-то делать. Что делать, конкретно, никто не знает. Потому что, если посмотреть, насколько загаржена наша планета, то можно прийти к выводу, на самом деле, к ужасающему выводу, что все очень-очень плохо. Но как-то люди борются сейчас, там, Greenpeace работает, ну, я не знаю, как-то... Я пыталась с ними связаться, кстати, если кто-то есть из Greenpeace, напишите, мне это интересно. Какая погода сейчас в твоем городе? Много ли у тебя парков в городе, и есть ли у тебя любимых? У меня очень много парков в городе, и, наверное, самый-самый такой большой и самый прикольный парк – это Серебряный Бор, такой остров у нас есть в Москве, и там очень красиво, на самом деле. Это один, грубо говоря, один из наших больших-больших парков, если так можно сказать. Там везде вокруг вода, то есть там много-много озер, и там действительно очень красиво. Также я очень люблю, я не знаю, как он правильно называется, у станции метро Тимирязевская, если пройти подальше чуть-чуть, и между Бойковской есть тоже очень-очень большой красивый парк. Но туда, как правило, интересно ходить летом, когда все это можно посмотреть, заснять, там, я не знаю. Ну, в общем, вы поняли. Боялась ты в детстве грозы? Когда мне было три года, да, я боялась грозы, а теперь, на самом деле, для меня такое завораживающее действие, когда природа ругается, грубо говоря, когда идет такой шторм, бунт, и это, на самом деле, очень круто. Я пережила сама ураган на Кубе, это было несколько лет назад, это был один из самых незабываемых в жизни моментов, потому что, ну, это реально круто, когда ты находишься в этом эпицентре, и когда просто свистят стекла, падают деревья, и ты думаешь, выживешь, не выживешь, ну, на самом деле, это незабываемое впечатление, и я думаю, на эту тему снять отдельное видео и рассказать, как это было. Считаешь ли ты, что вегетарианцы спасают планету? Нет, я не считаю, что вегетарианцы спасают природу, потому что все очень взаимосвязано, и люди не могут съесть мясо больше, чем они могут съесть его вообще. Я ни в коем случае не хочу оскорбить вегетарианцев, это и ваше дело, если кто не ест мясо. Возможно, это хорошо для вас, но не все люди могут жить без мяса, это я могу сказать сразу. Это смотрится по грубам крови. Мне, на самом деле, это очень долго объяснять, я пробовала не есть мясо, мне было очень плохо, кружилась голова, я считаю, что белок для организма нужен. То есть, в любом случае, понимаете, как бы, это такая, на самом деле, вещь очень щепетильная, то есть, если вы выбираете жить без мяса, пожалуйста, живите без мяса, это хорошо, если это вас устраивает, если это кого-то не устраивает, то я считаю, что люди должны есть мясо, в этом ничего плохого нету абсолютно. Просто каждый живет так, кому нравится, это самый главный девиз, который есть, который должен быть у каждого человека. И вот таким образом я ответила на вопрос этого тега, я надеюсь, что передаю эстафету, ищу еще 40 блогеров, честно, ищу, потому что не хватает для завершения, так скажем, этой акции. Вот, снимайте вопросы, они все есть, и если кому-то надо, я вопросы вышлю отдельно, здесь ничего страшного нет. Скидывайте свои ссылки на ваши видео, потому что я буду скачивать, и, соответственно, делать монтаж. Я вас очень люблю, с вами была Наташа Гром, обязательно увидимся, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok